Всем привет! Сегодня мы сделаем медвежонка. Воспользуемся всего одним шариком для этого. Накачайте шарик, оставляя примерно 15-сантиметровый хвостик. Завязываем узелок возле сопла шарика. Самый первый пузырь мы делаем для мордочки. Вот наш ненадутый 15-сантиметровый хвостик. Давайте сделаем первый, примерно 10-сантиметровый пузырь. Делаем второй, примерно 5-сантиметровый пузырь. Делаем третий, примерно 5-сантиметровый пузырь. Делаем четвертый, примерно 5-сантиметровый пузырь. Этот пузырь мы закрутим ушным узлом. Чтобы сделать ушной узел, нам нужно замкнуть оба конца одного, обычно мягкого маленького пузырька, в один замок. сделайте 5 примерно 7 сантиметровый пузырь 6 5 сантиметровый пузырь этот пузырь мы также закрепим в ушной узел 6 4 пузыри должны быть одного размера сделайте 7 примерно 5 сантиметровый пузырь замкните оба конца цепочки из последних пяти пузырей в один замок вы сделали цепочку из двух пузырей и петлю из пяти пузырей давайте теперь просунем первый пузырь наполовину сквозь петлю из последних пяти пузырей замыкаем оба конца четвертого мягкого пузыря в один замок для этого нам нужно сдвинуть концы четвертого пузыря вместе изогнуть пузырь дугой и прокрутить его вокруг пару раз замыкая концы в один замок мы сделали одно ухо теперь мы замыкаем оба конца шестого пузыря в один замок. Сделаем это таким же образом, как мы сделали с четвертым пузырем. Вот мы сделали второе ухо. Следующий пузырь мы скрутим для шеи. Давайте сделаем восьмой, примерно трехсантиметровый пузырь. И следующие три пузыря мы скрутим, чтобы сделать передние лапы. Сделайте девятый, примерно пятисантиметровый пузырь. Сделайте десятый, примерно трехсантиметровый пузырь. Сделайте одиннадцатый, примерно пять сантиметров пузырь. И замыкаем оба конца цепочки из последних трех пузырей в один замок. Следующий пузырь мы сделаем для тела. Сделайте двенадцатый, примерно пятисантиметровый пузырь. Следующие три пузыря мы скрутим, чтобы сделать задние лапы. Сделайте тринадцатый, примерно 5 сантиметровый пузырь, 14 примерно 2 сантиметровый пузырь, 15 примерно 5 сантиметровый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних трех пузырей в один замок. Оставшаяся часть шарика будет 16 пузырем. Это хвост нашего медвежонка. Давайте нарисуем не стирающимся маркером мордочку медвежонка. Итак, сегодня мы научились делать ушной узел. С помощью ушного узла мы сможем сделать ухо, локоть, пятку, а также соединять шарики и пузыри. Пузырь для ушного узла желательно делать всегда мягким. Мы будем считать пузырь достаточно мягким, если вы можете сжать его и прикоснуться двумя пальцами сквозь пузырь. Мы делаем пузырь мягким, выталкивая воздух из него во время изготовления пузыря. Ну вот, пожалуй, и все. Поздравляю, вы сделали простейшего медвежонка из одного шарика. Веселых вам выкрутасов!